Ударами в танка один из победителей предыдущих соревнований Пётр Листопад ознаменовал начало турнира. Состязания проходили сразу на двух татами. На одном шли контактные бои, на втором спортсмены в возрасте от 12 до 17 лет демонстрировали мастерство танца ката. Ката – бой с тенью. Считается, что в этих ударах по воздуху заложена основная техника каратэ. Оценивается как в фигурном катании. То есть выставляются оценки. Если какие-то ошибки, оценки уменьшаются. Если спортсмен выполняет идеально, очень хорошо, то они, наоборот, повышаются. И всё же внимание зрителей было приковано больше к татами, где шли поединки. Столь активная поддержка тренера непременно должна привести к победе. Хотя мастерство и удача тоже немаловажны. Подобные состязания, серьёзные испытания для ребят, ведь многие из них не представляют себя без спорта. Хочу стать чемпионом мира. И я сделаю всё, чтобы это сделать. И похожие заявки у многих. Тимуру Сорокину сегодня не повезло. В самом начале сражения получил удар в челюсть. Терпел стойко, но бой проиграл. В следующий раз готовиться буду сильнее. И руки опустил. Так бы выиграл бы. Старался, стремился. Ночью перед соревнованиями занимался. Ну, в общем, готовились. Но, видно, не смогли. Не смогли. Так скажут все проигравшие. Но это только добавит решительности и упорства, чтобы в следующий раз смочь. Как смог Кристиан Гроссу, за плечами которого соревнования различных уровней, в том числе и первенства Европы. И те ребята, что в итоге вошли в состав сборной Московской области и весной отправятся на соревнования российского уровня. Татьяна Брылова, Павел Игнатьев, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.